Привет! В этом видео мы посмотрим реконструкцию улицы Пушкинская. Ее как раз вот закончили. Ее делали больше года. Сначала один кусочек, и вот к осени закончили второй. Достаточно дорогая реконструкция, и визуально улица стала однозначно выше, чем было. Но давайте смотреть, какие тут есть минусы. Это у нас площадь 2 Толстого, и вот тут и начинается улица Пушкинская. А здесь такое старое крутое здание. Оно где-то в годах 80-х. Хорошая такая архитектура, и что классно, тут есть такой дворик, который можно пройти насквозь. Что мы сейчас делаем? И выйти к улице Пушкинской. Можно выйти на обеде, посидеть на улице, пообедать работникам. Так, ну вот, собственно, улица Пушкинская. Это историческая такая улица с хорошей архитектурой. Она относительно тихая и уютная. Тут котики есть, а мы с вами любим котиков. Правильно? Нет, тут котики не хотят гладиться. Заменили мощение, отреконструировали. Уложили тут такую новую плитку, которая называется старомиста. Ее минус в том, что она с фаской. То есть она не очень удобная для качения чего-либо. Хорошо, что сделали тактильную плитку для слабовидящих. Она желтого цвета. Я не сторонник того, чтобы делать ее вот такой яркой желтой. В Европе часто делают ее каким-то ржавым металлом, просто чтобы контраст был. Понятно, что при перекладке полностью плитки сделали еще и такие желобки. Но, в принципе, при полной реконструкции правильно было бы не желобки, а вот эти ливнестоки подключать в ливневку. Потому что под улицей должна быть ливневка. И чтобы вода уже шла не по тротуару. Потому что все равно не вся вода будет вливаться в этот лоток. И правильнее ее подключать непосредственно к сетям. Вот что удивительно, кстати, и классно. Видите, выезд сделан правильно. Нет понижения тротуара у выезда. То есть тротуар идет в своем уровне. И вот лишь только на непосредственном выезде к дороге сделано понижение. Вот это правильное решение. Тут вот такие урны. Их, по-моему, года три назад установили. Удобно, не надо касаться. Нажимаешь, чтобы открыть, нажимаешь педаль, кидаешь мусор и закрывается. Удобно, руки чистые. И вот котики. На той стороне идет велодорожка. И вот там уже как раз неправильное решение по тротуару. Видите, тротуар вот так шел ровно. Потом понижение для проезда и снова повышение. То есть тротуар должен оставаться в своих уровне. А водитель, выезжая на него, должен понимать, что это территория пешехода. Так получается, что пешеходы понимают, что это территория водителей. Еще вот, видите, у езда тут нельзя парковаться. И большая буферная зона. Большая буферная зона с двух сторон, на которой помещаются по две машины. То есть и слева, и справа. Видите, у нас штрих. Тут нельзя парковаться, но де-факто они запаркованы. И, в принципе, это расточительство. Использовать вот так городское пространство, так много выделять на буферную зону. Потому что можно было бы сделать другое решение. Можно было бы сделать антикарманы. Они занимают меньше площади и безопасности из-за них даже больше. А парковочных мест благодаря этому было бы тоже больше. Так, тут у нас вот стоят самокаты Bolt. Вы можете посмотреть мой обзор про них. Мне очень понравились они. Пожалуй, из негативного это то, что вот эти лунки под деревья. Они, во-первых, подняты каким-то кладбищенским, огорожены каким-то кладбищенским бордюром из гранита. Вот, кот не даст соврать, что это действительно так. И, как видите, тут земля, грунт открытый. Ну, то есть травка растет, но правильнее еще и засыпать чем-то. А вообще в таких узеньких улочках правильнее делать приствольные решетки. Для чего нужны приствольные решетки? Чтобы там можно было ходить. Потому что де-факто вот эта вся полоса, где растут деревья, она вырезана, ее нельзя никак использовать между деревьями. То есть тут надо или делать тогда парковки, карманы, чтобы вот эта машина, видите, она бы могла спокойно стать вот тут между деревьями. Или же надо делать приствольные решетки, чтобы можно было ходить. И, собственно, кот с нами полностью согласен. Правда? Да. Очень здорово, что есть активные фасады на улице и вот такие кафе с летними террасами. Никто не строит, тут ничего отдельно не выгораживает. Просто столики на тротуаре, и это классно. Вот паркоматы. Стоимость парковки 10 гривен. Ужас, ужас. Да, и паркомат не работает, и он заблокирован. Но сегодня выходной. А выходные парковка бесплатная. Это неправильно, потому что, видите, из-за того, что бесплатная парковка, все тащатся на тачке в центр, и негде встать. Вот на улице пробка. Если бы была парковка платная, встать было бы проще. Так, вот у нас, кстати, заменили люки. Люки бронтированные. Мне нравятся, на самом деле, эти новые люки с памятником основателей. Это такая, как бы, история Киева. Красная пометка означает, что под этим люком гидрант. Вот так, да. Он не подмечен никак буквами, но красная краска означает, что тут гидрант пожарный. Да, и вот табличка, которая об этом подсказывает. Видите, 5 метров от фасада, как раз получается, оп, гидрант. Снова, опять же-таки, не такое расточительное использование городской земли за счет вот этих буферных зон. Тем более, улица односторонняя, и, окей, 10 метров справа тебе нужно оставить, чтобы видеть, едет там машина, не едет. Но зачем 10 метров вот тут еще, с левой части? Тебе, ну, как бы, не надо. Тут можно реально разметить, как парковку, и собирать, и зарабатывать на этой площади деньги. Видите, тут такой парад ливнестоков. Конечно, могли бы уходить они в землю. Мне кажется, в рамках такой глобальной реконструкции это должно предусматриваться. Раз вы снимаете все покрытие, то будьте добры, закопайте ливневку под землю. Так вот, тут у нас снова подземные мусорники. Вообще, здорово, что они появились. Они часто, правда, какие-то забитые не работают, но в целом удобно. Тут полосу можно использовать в качестве мест для размещения рекламы. Полосу, где идут деревья, потому что реально эти лунки никак не использовать. Это сейчас пересечения с бульваром Шевченко. Тут вот разметили велодорожку. Также на пересечении тут светофоры. И, видите, продублировали такими полосами светодиодными. Вот горит сейчас зеленый свет. Давайте посмотрим поближе. Тоже куча тактильной плитки. Вообще, как по мне, эти зеленые полосы – это чисто понты и украшательства. Никак их использовать нормально нельзя. Да, все равно люди ориентируются на светофор. То есть понятно, что кому-то красивенько. У нас любят все такое яркое, светящееся. Видите, тут зеленый цвет, тут красный. Вот тут на бульваре Шевченко боль. Заменили столбы. Раньше тут были фонари на растяжках, красивые. Такой ламповый желтый цвет, теплый. А сейчас поменяли эти ужасные столбы. И ладно, вы там провода закопали поддельную. Так нет. Смотрите, все увешано проводами. То есть с лесомназности их абсолютно не ясна. А тут бульвар Шевченко. И вот на этой бульварной части всегда было запарковано. Вот что здорово. Сделали островки безопасности. Видите, у нас велодорожка проходит. И теперь тут не паркуются. То есть теперь вот тут у нас прежняя часть. Там пешеходный переход, елодорожка и снова пешеходный переход. А вот бульварная часть. Ну, в этом плане мне нравится, как сделали этот узел. Он стал, за счет этих островков, он стал более безопасным. И тут перестали парковаться. Это здорово. Хорошо, что тут не додумались сделать поддельный переход. Но тут, в принципе, довольно-таки интенсивное движение. И вот мы посмотрим потом, что происходит на Богдана Хмельницкого. И тут как бы возникает вопрос, почему плыв так. Так, тут у нас вот сделали понижение. Смотрите, буквально в ноль. Это прям очень круто. И услышивает уважение такая работа. Также тут из хорошего сделали антикарман. Видите, у нас выступающая часть тротуара. А парковка как раз защищена ними. Это тоже очень классно. То есть также у нас множество антипарковочных столбиков. Но они сделаны из нержавейки. Это дорого. Нержавейка раза в 3 дороже оцинковки, например, той же. И, знаете, не всегда нержавейка подходит к, например, историческим улицам. Видите, это такая старая ламповая улочка, уютная. И вот тут вот эта нержавейка, современный материал такой, мне кажется, не совсем подходит. К тому же вот комбинация материалов. Посмотрите, дорожный знак. Он из оцинковки. Тут рядом нержавейка. Тут рядом тоже нержавейка. Причем это, кстати, P. Это такая одновременно и антипарковочный столбик. И парковка для велосипедов. Это круто. И вот на противоположной стороне точно так же. Это хорошо. Но вот комбинация материалов. Нержавейка, оцинковка. Потом вот тут у нас какой-то черный лоток. Совершенно тоже другой материал. Крашеная оковка. Да, фасады у нас крашеный металл. Канализационные люки просто металл, который вот становится таким ржавым. И вот эта вся комбинация. Почему, например, ливнесток не сделать просто металлическим? Зачем вот этот дорогой какой-то черный, крашеный? Ну, то есть вот комбинации видно, что просто никто об этом не задумывался. Также, если вы посмотрите, да, опять же таки об этой комбинации. Тут поставили вот эти ужасные фонари, которые сейчас везде в Киеве ставят. Оцинкованные. Посмотрите, как он ужасно выглядит. Он светит таким светом белым, искусственным, очень некомфортным. Ну, посмотрите просто на эти узлы, на качестве исполнения. Опять же таки, тут можно было бы сделать фонари на растяжках по центру дороги, желтые. Возможно, они тут даже такие были, и было бы намного красивее. Вот у нас вела дорожка. Опять же таки, смотрите, 3 машины помещаются на этой буферной зоне. Это место можно было обозначить как парковка и снимать за него деньги. Потому что необходимости здесь запрещать парковку нет. То есть тебе надо, выезжая из двора, видеть на улице одностороннего движения, тебе необходимо видеть, кто едет, кому ты можешь преградить дорогу. Разумеется, это да, это внесено в правила. И необходимо правила дорожного движения соблюдать. Но их надо менять. Я это, кстати, говорил в видео, как нам решить проблему парковок. Посмотрите его. Вот такая улица. Конечно, хотелось бы как-то нормализировать рекламу, эту всю, вывески, паблички. Потому что улица красивая, уютная. Минусов тут, может быть, не так много активных этажей, много административных зданий. И она такая немножко мертвая. И улица немножко мертвая. В целом удивительно, но тут велополоса, да, мы идем. И судья соблюдается. Там стоят мусорники. Это, конечно, уродство. И тут уже начинаются активные этажи. А вот фасадик из уродовым кондитерами. Так, тут у нас начинается парковочка елочкой возле музея истории Киева. И заборы. Это какой-то просто бич. Причем, опять же, смотрите, на эту комбинацию материала. Сама оградка у нас оцинкованная, а столбик такой из нержавейки, причем шлифованный. Он как хромированный выглядит. То есть, как можно вообще такое сочетать? И более того, нахрена делать этот забор? Вообще, самое главное, это бестолковость этого забора. Это тихая улочка, уютная. Зачем тут ставить забор? Причем вот до этого мы сколько шли, были столбики, и было все окей. Теперь тут поставили забор. Опять же, такие, тут те же столбики, только в 2 раза выше. Это уже такое плюс расточительство, и плюс расточительство на этот забор бесполезный. Он не дает никакой безопасности, а наоборот и убирает велосипедист, у которого что-то случилось, даже цепь спала, он не может элементарно сойти с этой дороги. То есть, он должен двигаться, чтобы обойти забор. Так, еще одно такое дно, это то, что необходимо переходить улицу Богдана-Хмельницкого через подземный переход. Тут 6 полос движения, но почему тут не сделать светофор, если он и так стоит? То есть, тут все равно машины стоят на светофоре. Почему нельзя, пока машины стоят на светофоре, пешеходам перейти улицу? Это абсурд. Тем более, у нас улица, бульвар Тараса Шевченко, там светофоры люди переходили, как мы перешли несколько минут ранее. Почему здесь нельзя перейти, не спускаясь под землю? Это явно абсурд. Тем более, велодорожка проходит, а пешеходам надо спускаться под землю. Причем там пешеходный переход вообще хрен знает, где подземный. А дальше по улице есть наземный пешеходный переход. Ну, вот абсурд. Снова у нас тут такая подсветочка, все это есть, осталось. И на самокатах. Я смотрю, что все катают по двое. Конечно, это ужас. Почему мы соблюдать ферментарные правила? Так, ну что, нам приходится спускаться под землю. Спускаемся под землю тут, торговля. Обратите внимание, обшили колонны, которые были, похоже, обшиты мрамором до этого. Их обшили каким-то кирпичом ужасным, дешевым. Я не знаю, это просто какой-то колхоз. Потому что была какая-то архитекторами придумана внешний вид этой станции. Видите, использована отделка из натурального камня. Не знаю, похоже, что это мрамор. И вот брать, заменить мрамор вот этим говном, кирпичом. Просто какие-то швы ненормативные даже. Видите, оно криво. Вот смотрите, кладка. То есть это даже нельзя такое принимать. Просто изуродовали станцию. Ужас. Было какое-то целостное. Также обратите внимание, тут торговля. На самом деле торговля в подземных переходах, она существует и в Европе. И здесь она неплохо сделана. Она тут как-то урегулирована. И довольно-таки комфортно находиться в этом. Ну, это подземный переход, но это также вход в метро. Поэтому тут считаю, что торговля вполне нормальной может быть. Вот когда она вот так урегулирована. Просто нельзя уродовать, конечно, внешний вид станции. Мы идем дальше на улицу Пушкинскую. Конечно, разочаровала вот эта вся колхозная отделка. Дорогой мрамор заменили. Вот были у колонка петельки такие. Как можно так делать, я не понимаю. Так, снова у нас тут этот забор, который не дает людям переходить дорогу. Кстати, из хорошего раньше тут тоже был забор. И вот эту, вообще даже эту дорогу Пушкинскую улицу необходимо было переходить через подземный переход. То есть сейчас, слава богу, и был этот забор, люди вот так обходили забор и переходили, разумеется, нарушая. Сейчас, слава богу, поставили светофор и урегулировали этот абсурд. И можно перейти по земле. У нас есть паркинг, где 51 свободное место. Но жилобы все равно вот паркуются на велодорожке. Потому что паркинг же, наверное, за него платить надо. А вот на велодорожечке удобно или просто там, где не разрешено парковаться. Вот на местах инвалида. Вот явно же инвалид на Мерседесе приехал, встал. Ну, очевидно, что это инвалид. Паркинг это, кстати, во дворе КМДА. И вот тут интересная вещь насчет паркинга. У нас вот тут выезд из паркинга. В принципе, улица Пушкинская, это улица одностороннего движения. Вот по направлению сейчас мы видим, как движется авто. Но вот тут на выезде из паркинга КМДА добавили еще 2 полосы, которые позволяют тем, кто выезжает из КМДА, ехать в противоположном направлении улицы с односторонним движением. То есть вот тут такой кусочек, где есть встречное движение. И можно ехать в любом направлении. Видите, можно ехать на Богдана Хмельницкого налево, направо. Ну и, соответственно, можно ехать по улице Пушкинской. То есть я думаю, что такой сервис не всем скорым и пожарным частям доступен, как вот тут с улицы одностороннего движения можно выехать куда угодно. Ну, потому что если чиновнику КМДА надо выехать, то ничего ему не должно мешать. Не будет же он квартал объезжать. Вы что, а вдруг опоздает чиновник КМДА куда-то на своей машине? Видите, тут уже появляется больше активных этажей. И оживает улица, кафешки. Какие-то лавочки убогие поставили. Непонятно вообще, кто до этого додумался. Но так. Паркуюсь на велодорожечке. Видимо, клиенты кафе. Чтобы далеко не идти. Это жлобство. Когда вот там 51 место запарковаться есть. Парковаться там, где не разрешено. Это чистое жлобство. Таких людей надо штрафовать, а машины эвакуировать. Да, вот еще один жлоб. Можете посмотреть на то, как он выглядит. Жлобы. Видите, у человека денег нету на парковку. Видите, сразу, как перестают быть активные фасады, становится как-то мертвенько. Смотрите, тут, видите, много людей идут по велодорожке. Во-первых, потому что мало кто знает, что нельзя по велодорожке ходить. Там должны ездить велосипедисты. Во-вторых, потому что покрытие велодорожки лучше, чем покрытие тротуара. Потому что тротуар у нас с фаской. Видите, все ходят по велодорожечке. Покрытие, в принципе, неудачное у тротуара. Надо хотя бы делать, если из плитки, то плитку без фаски, чтобы по ней было удобно что-то катить. Потому что сейчас, если будет идти кто-то с коляски или на коляске двигаться, то он будет двигаться по велодорожке. Тут она еще типа разделена, вот это встречное движение. А там велополоса по путь на автомобиле. И опять же, такая черескалковая полоса с деревьями. То есть ее надо тогда делать или полностью всю зеленую, то есть засаживать и вот эти карманчики, потому что фактически они никак не используются. Или же делать между деревьями карманы для парковки. А вот, что интересно, у нас шла-шла-шла велодорожка, и вот тут оп, и она закончилась. То есть нет никакого продуманного маршрута, что тут дальше делать велосипедистам. Вот просто конец, ну или просто начало. Видите, причем вот так это выглядит, знак есть. Тут на дороге уже площадочка, это улица Провизная. Вот некоторым очень надо, чтобы не ждать, можно объехать по велодорожечке. Вот так выглядят эти жлобы. Вот такой спуск парк с улицы Пушкинской, но почему-то не смогли его сделать инклюзивным. Все равно решили сделать хоть 5 сантиметров, но ступеньку. Причем дальше это видно, что новая плитка относительно. И вот дальше такой уклон, он в принципе по логе, но нет, надо делать ступенечки. Тоже вот 10 сантиметров. В чем логика, мне непонятно. Это, разумеется, абсурд. Итак, в итоге мы получили отремонтированную улицу с велоинфраструктурой, а также антипарковочными столбиками. Но с другой стороны, мы видим уничтожение города, его истории, заменили фонари на растяжках на ужасные оцинкованные столбы. Также нету какого-то комплексного подхода, используется множество разных материалов, которые между собой плохо сочетаются, а также какое-то добавление бесполезной иллюминации. На этом все. Вот такая вот улица Пушкинская. Отреконструировали ее за кучу денег. Мне кажется, можно было бы сделать более просто, дешевле и лучше. А так все. Пока. Подписывайтесь на канал.